а мы приехали в один немецкий город в который ближе добраться из праги чем из берлина из праги это всего лишь 150 километров этот город самая настоящая птица феникс он был практически полностью разрушен военно-воздушными войсками союзников в период второй мировой войны город восстанавливали из руин буквально по кусочкам используя картины гравюры и старые фотографии для восстановления собирались даже остатки уничтоженных зданий тогда люди не предполагали что потоки туристов окупят вложенное средство они просто хотели вернуть себе утраченный город название этого города имеет славянские корни в переводе с древнесербского означает жители пойменных лесов в этом городе находится одно из крупнейших в мире произведений искусств из керамики процессия принцип эта композиция размером 101 метр выполнена из 24 тысяч фарфоровых плиток изображающая герцогов королей и ученых кстати европейский фарфор был изобретен здесь целых 300 лет назад а еще именно здесь изобрели зубную пасту и фильтр для кофе по количеству населения этот город на 14 месте в германии а по площади на четвертом это значит что здесь много лесов садов и парков здесь же расположился самый красивый молочный магазин в мире входит в книгу рекордов гиннеса основан еще в 1880 году видео об этом магазине есть на моем канале магазин красивый но стоит ли в нем хоть что-то покупать не думаю здесь же находится дворец цвингер один из известнейших выставочных залов мира в честь этого города назван астероид открытый в 1886 году неофициальное название этого города флоренция на эльбе в общем мы приехали мы в дрезден вышли в центре города возле альтмарт этой площади а тут вот такая очередь стоит и это очередь из фанатов рамштайн группы рамштайн они все футболках рамштайн что-то здесь будет происходить связано с рамштайн да и так все послушно выстроились не можем понять куда они стоят может быть там может быть на площади концерт будет их туда пропускают по очереди вот это все пришли люди да не все футболках рамштайн у нас в праге был на днях концерт рамштайн и собрал концерт собрал сколько тысяч 60 тысяч человек пришло на концерт рамштайн в праге вот в общем рамштайн мускай урожай рамштайновская очередь а вот она поворачивает сюда а что может быть а магазин тоже а 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 ух дух а а дух а дур а в общем скорее всего это просто магазин какой-то однодневный в котором продают одежду рамштайн такие цифра для фанатов да всякие фанатские вещи и вот такой очередь собралась Ну, а мы, между тем, вышли на центральную площадь. Здесь каждое Рождество проводится, ярмарка, самая старая в Европе. Потому что Дрезден, собственно, это смело можно назвать родиной рождественских ярмарок. И вот самая лучшая рождественская ярмарка проходит именно в Дрездене. Многие хвалят пражскую ярмарку, которая мне абсолютно не нравится, венскую. Да вот они и в подметки не годятся Дрезденской. Сейчас здесь какая-то весенняя, наверное, ярмарка. Когда-то вот между этими камушками можно было увидеть расплавленный свинец. Это был как невидимый памятник тому дню, когда союзные войска бомбили Дрезден. А сейчас сделали реконструкцию и, скорее всего, этот памятник уже убрали. А раньше здесь можно было найти расплавленный свинец между камней. Но уже его не видно. Нифига не убрали. Вот оставили место. Смотрите, я не буду подходить, там люди сидят. Вот этот свинец расплавленный в камнях остался со времен того февральского дня, когда бомбили город. От города вообще мало что осталось. Остались разметки улиц. И вот это место, это напоминание о том дне. Итак, приехали мы в прекрасную столицу Саксонии. Родину щелкунчика, мейсоновского фарфора, зубной пасты и чайных пакетиков. С 13 по 15 февраля 1945 года британские и американские ВВС бомбили Дрезден. Более 1400 бомбардировщиков сбросили на город бомбы, 75% которых были зажигательными. Дрезден горел несколько дней. Огненный смерч буквально крышил здание, плавил асфальт и выжигал с корнями деревья. После бомбардировки о существовании города напоминала лишь разметка бывших улиц. А еще в результате этого авианалета под кодовым названием «Удар грома» был частично разрушен архитектурный комплекс «Цвингер» – место хранения шедевров Дрезденской галереи, среди которых картины Рафаэля, Тициана, Рембрандта и других выдающихся художников «Машина», перевозившая 150 картин в день бомбардировки сгорела дотла. Что стало с другими полотнами, предстояло выяснить советскому командованию. В общем, еще здесь, в городе Дрезден, находится самый красивый магазин молочный. Самый красивый молочный магазин, который входит даже в книгу рекордов Гиннеса. Сегодня мы в него не пошли, но мы в нем были в прошлый раз, когда приезжали сюда на Рождество. Этот магазин снимала, это видео у меня есть. Магазин, конечно, красивый, там красивая плитка, но на этом все. Еще помимо плитки там толпы людей и отвратительный выбор, отвратительный ассортимент товара. Ну ассортимент какой там, там продукты из соседнего супермаркета по завышенным ценам. Я туда шла ради какой-то молочки, все-таки это молочный магазин. Но из молочки там были сыры из соседнего супермаркета. И еще этот магазин славится сгущенкой. И я там и близко не буду. В общем, поэтому сегодня время на этот магазин мы даже тратить не будем. А идем туда, куда сходить нужно обязательно, приехав в Дрезден. Это в Дрезденскую картинную галерей. Вот она стоит того, чтобы посетить Дрезден. Вообще посмотрите, какое здесь великолепное панно. И никто его не вандалит. Здесь присутствуют и символы. Вот серп и молот, например. Никто его не выковырил. Вот здесь и рабочие, матросы, женщина, работница или крестьянка, или кто она. Вот. Ну красиво же. Красиво. А могли же обцарапать и закрасить в государственные цвета. Как делают в некоторых странах. Так нужно относиться к своей истории. Вообще, как скурпулезно немцы восстанавливают Дрезден. Не просто восстанавливают старые, но и не уничтожают то, что более-менее новое. В общем, история, которая не имеет прямого отношения к Дрездену, конечно. Но мне хочется ее привести не то чтобы в пример, а просто. Когда-то в моем городе, откуда я приехала, в городе Херсоне стоял памятник Ленину. Понятное дело, там, Ленин. Ну, вообще, как бы Ленин, это не мой любимый исторический персонаж. Но этот человек был в нашей истории. Плохой, хороший был. И вот в центре Херсона стоял памятник Ленину. В 2014 году. Я уже там не жила. Конечно, в Херсоне, но я все это наблюдала онлайн. В 2014 году приехали какие-то люди. Это было сделано не так, что там на государственном уровне пришло, как-то аккуратно сняли и перенесли этот памятник в музей. Нет. Пришли какие-то маугли. Я иначе этих людей назвать не могу, потому что человек, который живет в нормальном обществе, такие вещи делать не будет. И они именно развандалили этот памятник. И как-то его там, я не знаю, к нему смудрились. Ну, это по всей Украине тогда был Ленинопад. В общем, этот памятник сбросили. Испоганили, повергли. И на остатках этого памятника, на этом фидестале, какие-то свои наскальные надписи оставили. Вот. А потом, что было с этим памятником дальше? Ну, как бы, я думаю, если бы здесь, в Германии, сняли бы какой-то памятник, то, скорее всего, на его место поставили бы что-то новое. Ну, как бы, точно бы... Ну, во-первых, это сняли бы более культурно, не так. А во-вторых, что было дальше с памятником Ленина? Этот памятник сняли. Остался постамент. Чтобы особо не тратиться, но, видимо, ему свисать много денег из бюджета, вокруг этого постамента обмотали какое-то... То ли скатертью, то ли клеенкой, ну, в цветах вышиванки. А в центр памятника воткнули украинский флаг. И все. И все. И так теперь там это и стоит. Вот это вот одаробало, иначе это не назову. Ладно, сейчас там, понятно, не до памятников, но оно же долго там простояло, вот в таком виде. А вот недавно в Одессе снесли памятник основательнице города Екатерине Великой. И что вы думали? На месте бывшего памятника, на месте памятника, на постаменте стоит... Установили флаг. История повторилась. То есть, я думаю, этот флаг там надолго. Более того, мне кажется, если я ошибаюсь, то можете меня поправить, но мне кажется, недавно эту площадь, которая называлась Екатерининская. Мы сладко-то даже пожили на этой площади. Ее переименовали в Европейскую. Но в Европе так не делают. В Европе, если что-то и убирают, хотя я не знаю, если убирают в Европе памятники основателям городов, во всяком случае, о таком я не слышала. Вот. То точно, если убирают какой-то памятник, то это как... Возмутиться начать. Да, да. Но на месте этого памятника устанавливают что-то... Что-то устанавливают. Или как-то облагораживают это место. Ну... В общем, меня куда-то понесло опять не туда. Это просто увидев вот эту красоту. Я почему-то вспомнила наш многострадальный Херсон, многострадальную Одессу. А Дрезден, тем не менее, восстанавливается. Восстанавливается скрупулезно. И город действительно выглядит так. Вроде бы здесь ничего и не произошло февральским утром 45-го года. Вот посмотрите только на эти балконы. Это все восстановлено, воссоздано кропотливо. Вот это все. Вопрос целесообразности тех февральских налетов на Дрезден до сих пор остается предметом достаточно оживленной дискуссии как среди историков, так и среди обычных людей. Конечно, британское и американское военное руководство всегда были убеждены, что цель оправдывала средства. Саксонская столица действительно оставалась одним из последних не пострадавших от войны крупным немецким городом. Здесь работали военные предприятия, действовал большой транспортный узел. Нельзя отрицать и то психологическое впечатление, которое было произведено масштабом разрушений и их безжалостностью. С другой стороны, Третий Рейх уже войну фактически проиграл. А в результате Дрезденской катастрофы погибли на самом деле практически одни мирные жители. В общем, спор все еще продолжается. Лично мне жаль красивый город и жаль простых мирных. А еще мне жаль советские города. Например, Сталинград. Жаль жителей блокадного Ленинграда, среди которых были и мои родные. В любом случае, немцы тогда были первыми, кто нарушил все законы цивилизации. Конечно же, пошел дождь, которого не должно было быть, по прогнозам. Так, ну, поэтому нам ничего не остается, как бежать в Дрезденскую картинную галерею и там прятаться от дождя. Перед Красной армией была поставлена задача в короткие сроки отыскать и спасти экспонаты галерей. Возглавил группу поиска картин младший лейтенант Леонид Рабинович. До начала войны он был художником и искусствоведом и прекрасно знал, что именно находится в Дрезденской галерее. Помогла Леониду Рабиновичу, хранительница скульптурного собрания. Женщина утверждала, что некоторые экспонаты могли быть спрятаны в здании Академии изобразительных искусств. И она оказалась права. Прежде чем рассказывать историю этой галереи, хочется сказать, что этого ничего могло не быть. Может быть, многие этого даже не знают. Так вот, этого могло не быть, если бы не Красная армия и Советский Союз. Спустившись в подземный тоннель Академии, саперы обнаружили хаотично расставленные по нему барельефы, скульптуры и предметы мебели, а еще несколько ящиков с тротилом. Но эта находка была лишь началом. Следующая находка обнаружилась в старой шахте недалеко чешской границы. Подъехав к шахте, красноармейцы привязали веревку к дереву, растущему неподалеку, и спустились в провал. В первых трех штольнях ничего не нашли, но отметили, что внутри много воды, и для картин такие условия могут представлять большую опасность. Наконец, в четвертой штольне обнаружилась желаемая. Вдоль мокрых известняковых стен, как попало, стояли и лежали картины, а между ними коробки, наполненные взрывчаткой. Было видно, что нацисты спешно покидали это место, но не хотели отдавать шедевры врагу, пусть уж лучше пропадут. О бережной упаковке картин говорить не приходилось. Многие были просто прислонены к стенам, другие наспех опернуты пергаментной бумагой, а самые везучие убраны в ящики. Шансов не погибнуть у картин было катастрофически мало, сырость уже начинала разъедать краски. О находке тотчас же доложили командиру батальона. По его приказу к шахте направили три машины с бойцами и реставраторами, незадолго до этого прибывшими в Дрезден из Москвы. Мы с Владой посещали музеи современных искусств. И вот, господи, прости, куда вы лезете со своим современным искусством? Вот это, посмотрите на этот бухгал. Он, ну прям фотография, знаете, все детали. Вот это рыба. Как? А ведь, писали в 1679 году. Вот, 1631. Эта картина, кстати, называется «Завтрак с остружиновым пирогом». Остружина, ну, это типа черники, вот эти черные ягоды, типа похожие на малину. Я забыла, как они по-русски называются, если честно. А вот, посмотрите, рядом. В багаже реставраторов находились средства для лечения измученных тяжелыми условиями картин. Извлекая шедевры из штольни, их передавали из рук в руки. Первой была Версавия Рубенса, находившаяся в ужасном состоянии. Красочно слой картины вздулся от низких температур, пыли и влаги. Вот здесь, посмотрите, какая картина называется напротив кухни. И какая здесь разворачивается история, если присмотреться. Это называется «Анайди кота». А как кот этот прорисован, вы только посмотрите, как эта рыба прорисована. А тут сидит компания отдыхает. Любовники в фермерском доме, ну, такие уже подгулявшие любовники. Вот котик смотрит на уточку. Всего из штольни извлекли 350 картин, среди которых произведения кисти Боттичелли, Дюрера, Ван Дейка и Тициана. Этот череп сделан из мрамора. Но самое знаменитое полотно из коллекции Дрезденской галереи Сикстинскую Мадонну Рафаэля нашли 9 мая 1945 года. Она стояла в отдалении от остальных картин, упакованная в ящик. Его вскрыли уже в штабе. По воспоминаниям свидетелей, когда была снята крышка и взоры присутствующих обратились к изображению, все невольно сняли головные уборы и наступила полная тишина. Для временного размещения картин командование фронтом выделило летнюю резиденцию саксонских королей в Пильнице, расположенную в 8 километрах от Дрездена. В самом городе просто не нашлось места для размещения находок. Шедевры находились под круглосуточной охраной, выделенной из воинских частей. Всего удалось обнаружить и спасти 1240 картин. В середине июня 1945 года было решено вывозить их в СССР для реставрации. Груза набралось на 28 вагонов. Спустя месяц специальный эшелон был готов к отправлению. Чтобы избежать задержек в пути, его сопровождал офицер отдела военных сообщений, а впереди эшелона пустили контрольный паровоз во избежание диверсий. 10 августа картины Дрезденской галереи прибыли в Москву, где их встретили сотрудники Государственного музея изобразительных искусств. Предстояла долгая кропотливая работа по возвращению мировым шедеврам прежнего вида. Теперь, после нескольких месяцев пребывания в шахтах, подвалах и тайниках, они были наконец в безопасности. Реставрация картин продлилась до 1955 года, и, наконец, 3 мая музей открыл свои двери для всех желающих вживую увидеть спасенные шедевры. Наибольший интерес, безусловно, вызывала Сикстинская Мадонна. Чтоб лучше ее рассмотреть, посетители задерживались даже после звонка, сообщающего об окончании работы музея. Все лето люди съезжались в Москву со всех городов СССР. Очередь на выставку занимались с самого утра и упорно ждали возможности войти в зал в течение нескольких часов. Не обходилось и без комичных ситуаций. Однажды на выставку пришла известная советская актриса Фаина Раневская. Услышав громкую реплику посетителя о том, что картина Рафаэля его не слишком-то и впечатлила, Фаина Георгиевна смерила ценителя искусства строгим взглядом, а затем изрекла. Эта дама столько веков восхищала человечество, что теперь она сама вправе выбирать на кого производить впечатление, а на кого нет. После окончания выставки по решению советского правительства все спасенные произведения искусства были переданы Германской Демократической Республике безвозмездно. Причем в подобное бескорыстие верили не все. После окончания войны в западных газетах неоднократно встречалось мнение, что своих находок русские не отдадут. К тому же некоторых смущали сроки реставрации целых 10 лет. вот так господа такие шедевры спасли обычные советские люди и красноармейцы. мы гордимся. И все же критики оказались неправы, а возможно просто судили по себе. Оказав необходимую помощь пострадавшим шедеврам и устроив торжественное прощание, Советский Союз вернул картины туда, где они находятся и по сей день на гастрадальную Дрезденскую галерею. Посмотреть на лицо мужчины для меня это прям фотография. А написано это в 1525 году. Вот так подобных историй, когда широким жестом победители возвращали побежденным то, что по закону могло считаться военным трофеем, мир еще не знал. И что-то мне подсказывает, никогда и не узнает. Возврат мировых шедевров Дрездену был и будет единственным и непревзойденным поступком такого рода. И как все детали тоже, ну не детали, а история написана. Вон там спит человек, женщина с ребенком стоит, там прогуливается парочка, тут беседуют люди, вот на балконе две девушки разговаривают, тут тоже что-то смотрят. И вот стоит он несчастный. И никто тогда не задумывался сказать, я художник, я так вижу. Увидели вот так прекрасно. Да, там какая-то наклейка. Это что-то под да. Да, возможно. Представляете? Ну, хочется еще немножечко отвлечься на Сикстинскую Мадонну. Мы не знаем, кто именно позировал Рафаэлю. По одной из версий, это была Фарнарина. Не только натурщица, но еще и возлюбленная художника. История не сохранила ее настоящего имени, не говоря уже о подробностях ее жизни. Фарнарина, что значит булочница, это прозвище, которым она обязана, видимо, своей профессии или профессии своего отца пекаря. мы сейчас рассматриваем картины, да, посмотрите, здесь на картине стоят люди, тоже любуются искусством. Вот статуя стоит. Вот так вот. И все же легенда гласит, что Фарнарина и Рафаэль случайно встретились в Риме. Живописец был поражен красотой девушки, заплатил ее отцу три тысячи золотых и забрал к себе. Следующие 12 лет до смерти художника Фарнарина была его музой и моделью. Что же произошло с женщиной после смерти Рафаэля неизвестно. По одной версии она стала куртизанкой в Риме, а по другой постриглась в монахини и вскоре скончалась. Ну а мы тем временем подошли к шоколаднице. Как детально прорисована шоколадница и, кстати, один из интересных фактов у нее на подносике стоят Мэйсоновские чашки. Чашки фирмы Мэйсон. А вот легенда этой картины гласит, что однажды в 1745 году австрийский аристократ, потомок богатейшего древнего рода зашел в венскую кофейню, чтобы попробовать новомодный шоколадный напиток. Он был настолько покорен скромным обаянием милой девушки, что принял решение на ней жениться, несмотря на протесты своей семьи. Да, посмотрите, какое реалистичное лицо, глаза, оно все асимметричное. Там не ровно подбородок, губы поджаты, как руки, какие глаза. Все как прописано. Все как прописано, да. Говорю, это же творилось все, когда не было современных возможностей. это все написано в каком году? В 1500 каком-то? Да, в 16 веке. Вот тоже. А, это Голбейн. Это был придворный художник Генриха Восьмого Тидора. Он писал Генриха Восьмого. Вот это тоже кого-то, видимо, придворного или кого-то он написал. Ну, как все красиво. Тоже это лицо, глаза, брови. 16 век тоже. Ну, а мы вернемся к шоколаднице. Желая преподнести своей невесте необычный подарок, князь якобы заказал ее портрет художнику Леотару. Однако, это был необычный портрет. Князь попросил изобразить девушку в том образе, в котором он встретил ее и полюбил с первого взгляда. Вот такая романтичная история. Ну, все. Выходим мы и идем в город. Смотрите, как красиво. Кто-то нам открывает двери. Кстати, еще покажу. Merci. Еще покажу вот что. Вот что. Вот что сейчас происходит на территории здесь. Видите? Звингер на ремонте. И причем это происходит глобально. Это уже очень-очень долго. Это уже очень долго. Ну, все. Мы идем к Эдику, который нас ждал, пока мы насладимся великим на ремонте. Ну, в общем, билет нам обошелся в 14 евро. В цену еще входит галерея с мейсоновским фарфором. Но я, честно говоря, в некоторых не знаю, как туда добраться, потому что там все раскопки ведутся. А во-вторых, мы там уже были. И главное, мы были в городе Мейсон, который здесь находится неподалеку, столица фарфора, где это все производится. Мы были прямо на мейсоновской мануфактуре. И там при мейсоновской мануфактуре и музей. Кто не был? Мейсон. Вообще, Мейсон обязательно нужно посетить. Это очень красивый город, который не был труднут войной. Там снимали некоторые кадры из фильма Штирлиц из сериала советского. И там находится вот эта мейсоновская мануфактура великолепная, очень интересная экскурсия. Ну, и здесь отголоски мейсонской мануфактуры. очень многие из экспонатов повторяются, что здесь, что в самом Мейсоне. Ну, то есть, это все все-таки не уникальные какие-то шедевры, хотя по цене мейсонский фарфор иногда такое впечатление, что это в единичном экземпляре, потому что 600 тысяч евро ваза, например, это, конечно, чересчур. Ладно, мы идем. Сейчас еще кое-что вам покажем. И вот, видите, что здесь если присмотреться... Но в очках лучше, наверное. Да, может в очках или при густе. Ну, в очках от солнца. В общем, тут написано замок проверен, проверен, мин нет. И фамилия Хандук... Хандукин или Хандутин. Хандукин, да. Вот так. Солдаты, красноармейцы разминировали Дрезден и до сих пор эти надписи сохранились. В общем, одни бомбили, другие потом разминировали это все. не только разминировали, но и восстановили шедевры Дрезденской картинной галереи. Не только картинной, это не только картинной, но Дрезденской галереи. уникальный случай, которому в мире нет аналогов. Эта стройка здесь очень много лет. Во всяком случае, я даже не помню, чтобы ее здесь не было. И вспомнилась еще о Дрезденской галереи. Вот представляете, если бы американцы это нашли. Было бы так. Было ваше, стало наше. И все. И никто бы никому ничего не вернул. Вот здесь тоже сохранилась надпись где-то на русском языке. Замок проверен, мин нет. Сейчас посмотрю. Если я ее увижу. Она где-то на одной из кол... А, да, вот, вот, смотрите. Да. Причем это костел. Замок проверен. Замок проверен. Замок проверен, мин нет. Красная... Да, да, да. И там тутин какой-то тоже. Тот же почерк. Тот же почерк. Да, тот же почерк. Вот человека уже нет на этом свете. На его надпись осталась. Замок проверен. Это какой-то, какой-то костел, видимо, собор. Ну, для него это был замок, он был красноармеец. Если он знал, что здесь до сих пор его... Интересно, если есть его потомки какие-нибудь. Ну. Вот так. Ну, и перед нами знаменитое шествие, которое выложено из плиточки. Достоверно известно, что еще в 1589 году на этой же стене располагалось изображение с тем же самым сюжетом, нанесенное красками на основе извести. В 1872-76 годах фреска была обновлена. А спустя 30 лет, уже в начале 20 века, фреску превратили в панно, перенеся изображение на керамику, чтобы картина не повредилась на открытом воздухе. Всего шествие насчитывает 94 человека, 35 монархов и 59 членов свиты, в том числе знаменитые художники, скульпторы, ученые, а также ремесленники, солдаты, крестьяне и даже дети. Шествие князей является не только интересным произведением искусства, но и ценным памятником истории. В отличие от многих других достопримечательностей, во время бомбежки 1945 года изображение практически не пострадало. Впоследствии пришлось заменить лишь около 200 фарфоровых плиток. Шествие князей это крупнейшая фарфоровая картина в мире, общей площадью 957 квадратных метров. Смотрите, как все это восстановлено, великолепно, красиво, вообще божественно. Мне не хватает слов. Вот. вот это я понимаю любить свою страну. Это не разрушать, а созидать. Созидать. А посмотрите, какие здесь двери. Оп. Какие двери, но они сами открываются. А что мы сюда пришли? Это здание такое напротив ярмарки, с которой мы сегодня начинали. Здесь наверху на втором этаже кафешка есть. А эти уже нет. Мне напоминает какой-то дом культуры. Да, у нас в Праге есть такой дом на радость. Он примерно так же внутри выглядит. вот какое здесь кафе вот с таким видом. Тут сидит Эдик. И вот здесь можно посидеть на 22,70 с видом на Дрезденскую ярмарку. Больше всего это актуально, кстати. Кстати, воду здесь наливают бесплатно. Больше всего это актуально в Рождество, когда там толпа, невозможно подойти ни к одному из лырьков. Здесь можно посидеть с видом на ярмарку. Сейчас мы сидим с видом на весеннюю ярмарку. Да, посмотрите на эту красоту. Вот это, я понимаю, красиво. И никто не убирает. Вот. И в конце два космонавта и одного на шлеме написано СССР. И никому не мешает. потому что здесь живут люди а не вандалы. Здесь еще ракета. очень прикольное здание. Советский дом культуры в очень хорошем смысле этого слова. ежа, не мешает. кстати рамштейновская очередь не закончилась люди все идут и идут и идут мы уже подозреваем что может там какая-то автограф и раздает этот вокалист рамштайна ну чего бы так иначе стояли ну а мы пришли в городской парк дрездена но пришли сюда ради только одного единственного дерева и вот теперь задачка со звездочкой это дерево найти потому что я только приблизительно помню в какую сторону к нему идти а деревьев здесь очень много и все они между собой похожи в общем надеюсь сейчас мы это дерево найдем а оно стоит того чтобы его найти о нем рассказать кстати здесь еще в городском парке сейчас вот да такой длинный умчался поезд да дерево мы нашли но еще тут какой по дороге красивый фонтан встретили я и забыла что он здесь сейчас мы сначала покажем вам фонтан но потом расскажем о дереве вот если куда придет в этот парк захочет увидеть дерево которым сейчас мы вам расскажем пусть вам будет ориентиром фонтан вот там центральная аллея вот если с нее чуть-чуть сойти то будет фонтан и прямо возле фонтана вот виднеется дерево вот это дуб этому дубу более чем 300 лет это дерево очень сильно пострадала во время второй мировой войны а ну все в отверстиях от пуль его вот золотали железными листами но несмотря ни на что это дерево продолжает свисти смотрите она живет какая красота и вот еще что покажу вам здесь написано очень красивая надпись здесь есть возле этого дуба вот написано немецком ну и здесь написано следующее что где время хороший доктор но плохой косметолог это написано об этом дубе и вот 13 февраля 45 года дерево очень сильно пострадала очень сильно пострадала но время хороший доктор в случае с деревом а косметолог да неважно а миша вот такой парк красивый здесь очень красивый дворец в этом парке но сейчас мы видели что дворец в реконструкции а я забыла уточнить что эти слова хорошем докторе на плохом косметологе принадлежат марку в вену а 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 и и а а а И если по главной аллее идти вот туда, то можно выйти к очень красивому дворцу. Но, к сожалению, мы сейчас видим, что он на ремонте, видите, там очень красиво, там были уже, поэтому сходим в этот дворец, чуть попозже, когда его приведут в порядок. Все, возвращаемся в Прагу. Спасибо, что были с нами. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...